Ну что ж, здравствуйте, я рад вас приветствовать. Спасибо вам большое, садитесь, пожалуйста. Процентов 70 где-то от потока, я думаю, или 60 где-то стало приходить. Ну что ж, как говорится, много званых, но мало избранных. Так что наша с вами задача двигаться максимально эффективно. Я напоминаю, что мне очень важна обратная связь, поэтому, как сказать, не флут, но любые вопросы, которые по существу возникают, пожалуйста. Если мне будет не в тему отвечать на вопрос, я попрошу задать его попозже. Хорошо? Значит, мы с вами должны сегодня взять такую интересную тему, как структурное программирование. Итак, структурное программирование. Появилось оно во второй половине 20 века, но начало 60-х годов. Вот когда высокоуровневые языки программирования пошли, Алгол, Фортран, вот примерно тогда появился... А кто ж, я уж не помню. Ну кто-то из вот основ... Нет, не Дейкстер, мне кажется, что фон Нейман, наверное. Ну, короче, кто-то из первых. Но я помню точно, что топил... Меня не было, но в смысле вот из того, что я знаю из истории. За него топил автор языка Паскаль. Как его зовут-то? Нет. Паскаль – это ученый. Нет. Сейчас, как его зовут? Фу, забыл. Никлаус Вирт. Вспомнил. Никлаус Вирт, автор языка Паскаль, языка модула. Он прям вот упирал, ребята, структурное программирование, структурное программирование. Вот. Но сейчас то, что я буду говорить, покажется вначале, может быть, даже смешным. Итак, в чем суть структурного программирования? Первое. Давайте я вот здесь недолечь, а потом я там слева начну. Итак, первый пункт структурного программирования. Программа на высокоуровневом структурном языке, язык должен поддерживать структурное программирование. Сейчас вот заметка до того, как я начну писать. Язык программирования может поддерживать какую-то парадигму, помогать ей, а может ее не поддерживать. Это не значит, что мы в принципе не можем с этой парадигмой на этом языке никак. Вот есть какие-нибудь эзотерические языки программирования или какая-нибудь машина Тьюринга. Вот может быть, там и можно как-нибудь объектно-ориентированно программировать, но мне трудно себе это представить. И даже структурное программирование, ну очень трудно себе это представить, чтобы на каком-то специфическом языке пользоваться какими-то парадигмами. А с другой стороны, может быть наоборот, что язык поддерживает и чуть ли не требует конкретного подхода. Парадигма в программировании это то, как программист должен думать. На чем он должен концентрироваться, на что он должен повернуть свою голову, на какую волну в каком-то смысле настроиться. Понятно? Поэтому грамотное использование парадигмы, оно не происходит автоматически. То есть не может сама среда программирования вас там заставлять. Очень важно, чтобы вы понимали суть того, зачем. Это человечная вещь, понимаете? Как мировоззрение в каком-то смысле. Думай так, старайся на этом напрягаться. Итак, давайте посмотрим, что из себя должна представлять программа, созданная в рамках парадигмы структурного программирования. Она должна, программа состоит из, ну или так, я напишу проще, программа-это. А. Последовательное исполнение. Ну а что может быть еще, кроме последовательного исполнения? Ну ладно. Б. Второй вариант, да, это ветвление. То есть когда у нас некоторые инструкции могут выполняться или не выполняться, или альтернативные. Есть разные варианты реализации ветвлений. Но мы это на питоне, очевидно, себе представляем как. Ну как, if, да, условия, да, дальше со сдвигом действия, elif какой-нибудь, да, и так далее. То есть, пожалуйста, и там else. Вот я разбил сразу на 3, да, варианта там ветвления. Можно было на 2 сделать. Короче, можно сделать просто условное выполнение. Но смысл в том, что, короче, ветвление должно существовать, и оно допустимо в рамках этой структурной паразигмы. Опять же, очень смешно, потому что вопрос, а что же, если не? Что же, если не? Итак, третье, это циклы. Пункт первый, все. Вопрос, а в чем, вопрос-то, собственно, в чем проблема, зачем это было формулировать? Ответ такой. Здесь самое важное не то, что тут есть. Потому что все это нам привычно, как в машине должно быть, не знаю, руль, педали, понимаете? Вот, ну, странно себе представить. Да? А фишка в том, что здесь чего нету. Вот здесь написано, что здесь нет go to. По-моему, все-таки Джон фон Нейман был. Нет. Слушайте, я не помню. Целое... А может, это сгра... Наверное, это сграя Дейкстра. Дейкстра, точно. По-моему, Дейкстра один из создателей идеи структурного программирования. У него есть целые научные статьи, в которых он проклинает go to и объясняет, почему never. Никогда. Да. Что такое go to? Это прямое перепрыгивание. Программы на каком-нибудь бейзике выглядели следующим образом. Например, 10, там, не знаю, dim, а равно 5. Дальше. 20 лет. Ой, прошу прощения, там как-то по-другому было. Ну, наверное, лет вот так вот, да? Позволить. Лет а равно... Давайте а равно 5. Потом давайте, что там, не знаю, а равно а минус 1. 1, 30, если, соответственно, а больше 0, что там, прошу прощения, наоборот. А равно 0, go to, давайте большими буквами, go to 50. В 40 написано, go to 20. Никто никогда не видел такого языка программирования? Никогда не видели вот этих меток вот таких вот? Наверное, там 50, там что-нибудь написано, не знаю, там print. Простите. Print какой-нибудь там конец. Ну, я сейчас могу ошибаться в синтаксисе. Когда-то это был первый язык программирования на ZX Spectrum. Вот, именно так. То есть, если вам нужен цикл, то вы просто прыгаете туда, куда вам надо. Go to 20, да? Прыгнули, да? Если вам, то go to 50. На метку 50. Программа, написанная вот в том стиле, который был тогда, единственный возможный. А для компьютеров на низком уровне это именно так вот оно примерно и выглядело. Даже вот то, что вот это, это рай. Потому что, когда это машинный код и ассемблер, это все намного вот более меленькими операциями все расписано. Я не могу расписать вот такое вот действие в одной команде. Нужно несколько команд, чтобы сделать, вычесть. Ну, ладно. Короче, есть разные. Я сейчас не буду обсуждать ассемблер. Но смысл в том, что вот такая, такая программа, она нечитабельна. Особенно в ней бывают запутанные вот эти прыжки, в которых непонятно, откуда ты сюда вообще попал. Программа на питоне, да, и к вот этому всему делу прилагается идея, давайте делать отступы. Давайте делать паузу в словах. Пел, по-моему, Акуджава, да? Давайте делать отступы в программном коде. В питоне вот это первый пункт структурной парадигмы, он поддерживается автоматически. То есть, go to вообще не существует как конструкции в самом языке. Не, ну кто-то говорил, там есть библиотека, в которой можно что-то там подключить. Понятно, что для больших желающих всегда можно что-то заинклюдить, заимпортить. Но вот смысл в том, что вот это нельзя. И структурный код должен быть как бы фактурный, как бы, да, вот. В нем должно быть видно, что является вложенным, что является телом цикла, что является телом условного оператора, что попадает в ветвление и на какой уровень глубины. Тем не менее, еще раз говорю, сейчас, в 21 веке, говорить это довольно смешно и странно. Итак, второй пункт. Одна из главных идей вот этих структурных языков программирования, в частности Паскаля, это подпрограммы. Повторяющийся код, то есть видишь что-то, что нужно повторять из раза в раз, но не циклически. Повторяющийся код отправляй в специальные языком поддерживаемые штуковины, которые называются процедуры или функции. У них еще есть разные варианты в разных языках, но смысл в современных, они в основном называются функции. Поэтому я напишу именно в современном, функции, функции в смысле языка программирования, то есть подпрограммы, как экзешник, действующий программный код, который можно вызвать, в функции, то бишь подпрограммы. Опять же, это довольно естественно сейчас, трудно спорить с этим. Но здесь есть очень существенный минус в пункте 2, который становится понятен только, когда накапливается опыт программирования. И когда становится понятно, что вот этот подход, когда ты уже видишь дублирование программного кода, и только потом ты из него с корнями и-ы-ы- выдираешь это дело, отправляешь в отдельную функцию. Этот подход называется снизу вверх. Ну, на самом деле, вот даже вот то, что вот здесь, это скорее уже какой-то рефакторинг, когда переделывается неправильный программный код, и из него происходит декомпозиция. Я рассказывал, по-моему, что такое декомпозиция, или еще нет? Нет? Вот сегодня я расскажу, значит. Так вот, главная фишка, она в пункте 3. Она называется «подходи к решению», да, или, скажем так, «программируй». Вот так я пишу «программируй», то есть решай задачу на языке программирования, да, «программируй сверху вниз». Вот без пояснений, вот это вот абсолютно бессмысленная штука, наверное, сверху вниз. Пиши просто сверху вниз, ну понятно, слева направо, сверху вниз. На самом деле, вот эта главная штука, ради которой я хочу вам рассказать и напомнить, как называется вот эта парадигма, чтобы вы обязательно до объектно ориентированной, до каких-то монструозных вещей правильно, в принципе, подходили. Но, поскольку прогресс двигается и с середины 20 века была изобретена такая штука, как системы управления контентом, система управления контентом, это вспомогательное программное обеспечение для программистов. Оно нужно для того, чтобы отслеживать версии, чтобы у вас не валялось на компьютере папочка 1, папочка 2, папочка 3, и вы думали так, а где же изменения, что, я помню, я так делал на первом-втором курсе, это очень сложно, когда ты боишься, что ты потеряешь программный код на компьютере, у тебя бэкапы есть где-то, да, там, на флешке, вот. И ты потом начинаешь путаться, я тут внес изменения, а там, а когда я их внес, а в какой строке я их внес. Потому что файл помнит только последнюю дату, время модификации, но он не помнит, где это была модификация, правда? Кроме того, особенно большие проблемы, когда ты программируешь вместе с товарищем. И ты не знаешь, вносил товарищ изменения или нет, особенно если вы одновременно работаете на разных компьютерах, и не дай бог в одном файле. Все. Вот, короче, существует система управления контентом. В прошлый раз, я надеюсь, вы на лабе. Кого не было на лабе? Слава богу, все были, да? Поднимите руку, кто был на лабе. Молодцы, лабы пропускать нельзя. Вы познакомились с системой управления версиями ГИД. И, собственно, она для нас во многом остополагающая. Так вот, я хочу, чтобы вот эту вот парадигму мы с вами увидели сразу с итеративной разработкой. Я говорю о, во-первых, парадигме программирования, это в каком-то смысле индивидуальная вещь. Как тебе думать, как вот ты должен идти к разработке. А второе, это еще и работа в коллективе. То есть сам процесс, опять же, самой разработки вообще без относительного языка программирования. Давайте я нарисую вначале вот это дело, и мы, потом я буду еще один рисунок рисовать. Смотрите, вот это таймлайн проекта, время жизни проекта. Вот преподаватель задал вам делать проект какой-то, написать игрушку какую-нибудь. Танчики, змеючку, тетрис. И вот вы, собственно, сделали гид-клон пустого репозитория. Сделали репозиторию, склонировали его себе. У вас условный первый коммит. Initial коммит. Самый первый, да? В нем файл с программой отсутствует как таковой. Надо сказать, что на питоне пустая программа, это тоже вполне себе работающий программный код. Ну, он ничего не делает, но он не выдает ошибок, то есть он может быть запущен. Пустая программа, она может быть запущена. Да? Поэтому она консистентна, то есть она целостна, в ней нет ошибок. Сейчас, если в программе ошибки, я буду рисовать вот так вот. То есть я начинаю писать программу, у меня появляются ошибки. Не, ну по-любому это будет. Знаете почему? Например, я хочу написать программу Hello World. Вот я начинаю писать программу print hello world, да? Пи, что? Скомпилируется, синтерпретируется программа? Нет. Питон скажет неизвестный, неизвестный этот символ, да? Я ему пррррр. И вот я разбираю именно посекундное, да? Вот я печатаю по буковке и смотрю, пытаюсь это дело интерпретировать. Не интерпретируем. О, стоп. Что произошло? Программа, правда, ничего не делает, я упоминаю функцию, не вызывая ее, но тем не менее, что я делаю? Получилось так, что в какой-то момент я программу завершил, то есть я как бы приземлился. Программа перешла в консистентное состояние. Если бы был копилируемый язык программирования, я бы сказал, что ее можно скомпилить. А теперь смотрите. Дело в том, что я могу поступать следующим образом. Я могу начать открыть скобку, открыть кавычку, начать писать хи-л-л, но это мой выбор того, как писать эту программу. Мой выбор. И он состоит в том, что я решил, собственно, не приземляться, даже не пытаться ее компилировать по пути. Я говорю, я буду, вот я пока не допишу ее до конца, вот я нажму запустить программу только тогда, когда я допишу ее до конца. Вот допишу до конца и тогда нажму. То есть получается, что я пытаюсь сделать вот так вот. Большой такой прыжок от начала в самый конец. Понимаете? А можно было по-другому подойти. Вот я вот раз сделал, проверил, так действительно есть функция print. Да, она ничего не делает. А теперь смотрите. Вот путь, к которому можно пойти. Раз, я ставлю две круглые скобки. Это что такое? Это маленький прыжочек. То есть я перевел программу из одного консистентного состояния в другое. Я специально показываю им именно в том месте, где этого делать не надо. Ну извините, написать print hello world, конечно, можно сразу. Сразу и потом, даже более того, можно и две, десять строчек написать. Но иногда нам кажется, что мы можем взяться за проблему и запустить вот это дело, интерпретацию. А интерпретация, она автоматически проверяет консистентность вашей программы. Был бы, еще раз говорю, компилируемый язык программирования, он бы еще и проверил все типы, все интерфейсы. Он бы вот проверил вообще, в принципе, возможность запуска этой программы, и вы бы увидели ошибки. Понятно? Так вот, смотрите, фишка в том, что можно двигаться итерациями. Вначале круглые скобки, следующая итерация, добавить кавычки пустые, а уже следующая итерация, это вписать внутрь то, что вы хотите. Понятно? Передо мной обычно биологи сидят на лекциях, но я вам произнесу тоже. Вот есть люди, которые считают, что Господь сотворил этот мир вот так вот, раз, и все сразу шевелится. И вот сразу, вот с нуля, и... Но я знаю, что программисты так не работают. Люди творческие, которые особенно, программисты, они делают следующим образом. У них есть некие промежуточные устойчивые версии, которые вполне себе могут жить, размножаться, дышать и так далее. Да, у них там, может, еще нету, не знаю, там, условно, сердца, есть только желудок, да. А потом еще что-то раз и появилось. Да, может быть какой-то промежуточный уродец, который не жить не способен. Понимаете, да? Биологи прекрасно понимают вот эту вот идею. И вот, но смысл в том, что вот как бы эволюция, на самом деле, ни капельки, я имею в виду эволюция, в данном случае, программного продукта, да, она ни капельки не противоречит творческому замыслу. И в процессе изменения программы, да, мы ее ломаем. Это неизбежно, это нужно. Потому что любое творческое изменение, оно ломает консистентность программы. Вы в нее вносите что-то новое, новый смысл, новую конструкцию, новую функцию, и у вас все равно будут недописанные конструкции. Но очень важно, чтобы итеративный подход, это называется, то есть вот это запрещено, да, отделай программу, создавай программу небольшими, но устойчивыми итерациями, да. Это называется итеративный подход в программировании. В чем его прелесть? В классическом подходе, когда программист прогает, 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 и где-нибудь так через месяца-два говорит, я закончил, тестировщик, держи. А еще круче, когда есть, раньше существовала должность человека, который должен этот проект собрать из модулей, и у него это не собиралось. Он проклинал всех этих программистов, ему приходилось все это подпиливать. Представьте, каждый программист делает одну из запчастей автомобиля, а потом один человек берет и все это собирает. Не автоматически, а именно вот. В общем, это ужас. Сейчас итеративный подход, он опять же в каком-то смысле врос в современной программистской группе, и все им пользуются. Но это не значит, что я не должен его вам произнести, и вы его воспримете автоматически, как с молоком матери, такого не будет. Вы должны знать, потому что в ваших руках размер вот этой порции, вот насколько маленькими вы, не обязательно делать их совсем маленькими, но чем меньше вот эти вот ваши вклады, или, как говорится, коммиты, коммиты, это в переводе по сути вклад, да? Вот из your коммит, да, вот какой твой вклад. И вот эти вклады, это коммиты, и все это дело прекрасно сочетается с системой контроля версии, которая еще и запомнит, где именно, какие именно строчки изменились, и кто именно. Есть такая штука классная в ГИТе, git blame, стыдить. Вот если вы хотите, можете взять в какой-нибудь свой, ну в своем проекте вряд ли будет интересно, там он все время вас будет стыдить. Но вот представьте, вы взяли, нашли в программе ошибку в какой-то строке, вот раз копали, копали, вы нашли строчку, в которой есть ошибка, и вы хотите узнать, какой конкретно кореец негодяй или индус. Ну, проект, в котором участвовало много людей, вот вы хотите знать, какой именно, кому написать за это. Вот, вы берете, пишете git blame, и название вашего файла, ну это нужно, естественно, находиться в репозитории вашего проекта, да, уже скачанном локально, git blame, там, не знаю, 1.py. И он вам прям построчно напишет, кто в какую строчку закоммитил. Понятно? И когда? Когда эта поломка случилась. Короче, у ГИТа на самом деле очень много возможностей, вам они все не нужны. Все нужны они, или на суторваль, все вам не нужны. Ваша задача уметь git pull, git add, git commit, git push. Бранчи забыли, бранчи в этом семестре и даже не трогаем. Ладно, значит, давайте с вами обсудим вот эту самую важную вещь, программирование сверху вниз. Программируй сверху вниз. И такую вещь, как декомпозиция задачи. Декомпозиция задачи. Я думаю, лучше всего, чтобы доска вся сразу, да, входила. Итак, смотрите. И заодно я буду объяснять сразу, как это ложится на... На структурное программирование и на коммиты. Допустим, я хочу построить дом. Как мне построить дом? Первый вариант. Лопату в руки. Пошел копать фундамент, да, заливать. Беру, покупаю цемент, мешаю раствор. И, то есть, короче, я беру и начинаю построчно, по сути, делать все, что необходимо. Но задача-то очень большая. А давайте размечтаемся. Прилетит волшебник. Вот я. И я хочу построить дом. И я имею волшебника в голубом галстуке. Да, улыбчивого и замечательного, который предлагает мне за умеренную сумму построить дом. Что ему надо? Вот как только я сформулировал, у меня есть волшебник, говорю я, да, что получается? Тут же возникает вопрос, подождите, а что, волшебник-то не надо построить дом? Дом надо построить мне. Поэтому волшебнику нужно техническое задание. Ну, короче, хотя бы набросок дома. Раз. Хотя бы геопозиция, где я собираюсь строить этот дом. Ну и некоторое количество денег. То есть, короче, само перекладывание своей задачи на плечи другого, другой подпрограммы, функции, перекладывание этой задачи туда, да, оно предполагает формулировку параметров. То есть, мне придется подумать о параметрах задачи. А когда, если вы скажете какому пятилетнему ребенку, хочешь построить хижину в лесу, да, он говорит, да, хочу, он сразу схватится за пилу и начнет, не знаю, за топорик будет, эти самые, палки стаскивать, что-то делать. А ты ему спросишь, подожди, а ты параметры знаешь, какого она будет, размера, высоты, прочности? А сколько человек должно в нее поместиться, и чтобы эти досочки не провалились под ним? Ну он не ответит вам. Он просто сразу, и программисты тоже такие же, пятилетние дети очень часто, они врубаются в решение задачи, даже не задумавшись о ее реальных параметрах. Понимаете? Поэтому есть такая важная, важные два слова на букву «Д», которые я сейчас произнесу. Во-первых, декомпозиция задачи, то есть ее расчленение на подзадачи, но этого пока не произошло. А второе важное слово – это делегирование. Делегирование. Что это такое? Когда человек перекладывает на кого-то ответственность. Ну давайте смешной какой-нибудь пример. Муж взял и делегировал ответственность за воспитание детей своей жене. Все, я тут безответственный, воспитаю их хорошо, чтобы не воровали, были добрыми и послушными. Все, но это шуточно, да? На самом деле это очень важное понятие в межчеловеческих отношениях и во взаимоотношениях программного кода. Делегирование чего может происходить? Полномочий и ответственности. То есть есть даже такая фраза «делегирование под задачи». То есть подождите, я же сказал, волшебник, он все сделает. А что же делает человек? То есть что, есть какая-то подзадача или он делегировал всю задачу? На самом деле есть. Волшебнику надо сформулировать параметры. Понимаете, да? А человек, он, собственно, сами параметры, он должен откуда-то взять, он должен их придумать или рассчитать. И этот расчет параметров, он тоже требует, может быть, и не очень большой, но все-таки труда. Да? То есть немножко на это дело остается. Короче, смысл. Тем не менее, у меня возникает два кусочка программного кода. Программа и подпрограмма. И я делегировал подзадачу внутрь подпрограммы. Одновременно с этим произошло что? Делегирование ответственности за решение этой подзадачи. Ясно, да? То есть, еще раз, они теперь разделяют ответственность. Этот товарищ, он ставит параметры, а вот эта подпрограмма, она в соответствии с параметрами решает задачу. Решает задачу, возвращает дом. Если дом окажется не такой, возможно, два варианта проблемы. Первое. Товарищ плохо решал задачу. Жена плохо воспитывала ребенка. Второе. Муж плохо сформулировал параметры. Ну, я за совместное воспитание глобально. Ну, вот, тем не менее, красивый и смешной пример. Да? Может, он не ворует, но зато обманывает. Короче, в общем, много возможного варианта. И вот когда задача построить дом, да? Попросили какого-нибудь модерниста, да? И он построил дом, который стоит на крыше. Да, фундамент торчит вверх. Ну, он соответствует проекту, соответствует. Вот такой, а, или на бок завален. Вот так, крыша на бок. Вот. Рисунок ему не дали, не той стороной. Вот он и посмеялся. И изготовил. Короче, смысл в том, что ошибка может быть и там, и там. А еще, знаете, что бывает? Когда люди разговаривают, и у них ошибка в самом диалоге. На самом деле, у людей это одна из самых частых ошибок. Очень часто люди спорят до крови просто. А потом оказывается, что то слово, ради которого они спорили, они понимают в совершенно разных смыслах. Ну, вот то же самое происходит в программном ходе. Например, домик рисуется, но не там. Вроде бы параметры все соблюдены. Но условно, например, давайте назовем, вот я функцию написал, давайте назовем эту функцию. Я вот сюда напишу ее название. Например, paint house. Paint house. И вот я, собственно, хочу, чтобы эту программу можно было вызвать. Ну, и у нее должны быть какие-то параметры. Например, x, y. Ха-ха. А он может быть не того размера. Значит, мне нужно договориться еще и там про, не знаю, там, ширину, высоту. With. Height. Параметры обязательно должны следовать именно в этом порядке, а не height with. Если уж я так договариваюсь, иначе они не договорятся. Короче, смысл в том, что при взаимодействии программы под программы возникает такая классная и важная штука, и в то же время она же и создает некоторые трудности, как интерфейс их взаимодействия. Интерфейс их взаимодействия. Ну, или конкретно интерфейс, собственно, вызова. И у этого интерфейса, разговорчика, да, у этого вот интерфейса у него есть, что? Некоторый контракт. То есть, ну, или протокол, можно сказать. Но протокол, слово отсылающее нас не в ту степь, да. Соответственно, он должен иметь некоторый контракт. Контракт, говорят слово, когда, ну, или, скажем так, контракт важен. То есть, например, должно быть понятно, что ширина не должна быть отрицательной, а еще она должна быть числом. Да? Икс и игрек, они, ну, желательно тоже, ну, ладно, тоже там можно что-то представить отрицательное, в принципе, здесь, может быть, кстати, и не требуется, да. Но они, например, не должны быть вещественными, да. Да и высота желательно, чтобы не была отрицательной. Короче, должны быть некоторые вот... А еще, вызывающая сторона, которая вызывает волшебника, да, с голубым галстуком, и эта сторона должны договориться на этапе создания и на этапе делегирования под задачи, на этапе проработки интерфейса, что именно такое икс и игрек. То есть, вот это вот, это что? Что именно это? Это координаты какой точки, вот если на домик посмотреть? Левый, нижний, правый, нижний, средний, средний, верхний, вот который у крыши торчит сверху. А может быть, если это, не знаю, мало ли, спрайт домика, и вот я решаю, что вот у этого домика, да, вот домик выглядит у меня, ну, я сейчас примерно себе его вот так представляю, условно на рисуночке, да, вот эта точка, но она при этом не принадлежит моему домику, да. Вот возникает вопрос, какую же именно выбрать? Ответ, да любую можно выбрать, любую, хоть вообще лежащую где-то там, лишь бы была четкая договоренность на этапе именно создания программы, то есть при вызове этой функции вы должны иметь возможность это почитать, увидеть эту информацию, это очень важная информация. Понятно? Я сейчас вначале прорисую рисунок, а потом я это сделаю там на экране, покажу вам создание, рисование домика. Да, и так, короче говоря, вот это важный момент, да, проработка интерфейса и его документация. Итак, давайте с вами посмотрим, что происходит дальше. Итак, как я именно буду создавать программу? Я вначале пишу так, как будто волшебник уже есть. На самом деле его нету. То есть вот у меня была пустая программа. Так, мне там понадобится, я, наверное, здесь нарисую, а здесь я как раз помещу программный код. Вот моя программа. И вот я начинаю ее писать. Давайте я сейчас напишу вот этого товарища, который будет рисовать домик в конкретной точке 100, 100, ширина 100, ширина 50, высота 50. Итак, я, соответственно, вызываю волшебника и говорю, paint, подчеркивание, house, 100, 100, 50, 50. Та-дам! Что произошло с точки зрения, давайте вот здесь нарисую внизу, таймлайн задачи. Что, по сути, произошло? Я могу коммитить это дело? Скажите, пожалуйста. Тишина. Нет. Почему? Потому что, естественно, естественно, интерпретация... Нет. У меня ощущение того, что я молодец. И этап моего творческого разработки, он закончен. Ну, это обманчивое чувство, но, тем не менее, ощущение. Ну, я написал этап программы, все. В чем проблема? Я взлетел мыслью. То есть творческая разработка нового программного кода, несущего смысл, она в подавляющем большинстве ломает программу. В частности, тем, что я опираюсь, как бы, вот как я иду, представляете, я опираюсь на досочку, которой на мосту нет. Я пытаюсь опереться на функцию, вызвать ее, а самой функции вообще нет. А теперь смотрите. Ведь по-хорошему, кроме параметров задач, которые я прописал здесь, все остальное должно находиться... Все остальное не сделано. То есть я, по сути, почти ничего не сделал для решения задачи. И у меня ощущение сейчас какое? Ну, что придется, видимо, идти до самого конца. Ну, то есть придется то, что я ругал. Сотворить программу от начала и сразу до конца, и только потом запускать. Правда? А я хочу максимально быстро приземлиться. Как мне быть? А давайте... А давайте... Вот этот товарищ сейчас появится очень быстро. Я же не могу быстро запрограммировать. Как его сделать быстро? Давайте на его место поставим мошенника. Вместо менеджера с голубым галстуком настоящего у меня будет мошенник, который соблюдает интерфейс, но возвращает фигню. Ну, как в обменнике валют, да, он вам отдает, да, но это фальшивые деньги. Ну, короче, он приходит к вам и говорит, дом построен. Деньги получил, все получил. Интерфейс взаимодействия произошел. Да, только этот, дом из картона. Понятно, да? Могу я так сделать? Да. И я могу вот этот этап осуществить. Максимально быстрое приведение, через букву Е, приведение моей программы в консистентное, компилируемое или интерпретабельное состояние. при помощи создания этой функции, я ее теперь опишу, я повыше немножко, def print house. У нее, во-первых, параметры, которые здесь были фактическими, они становятся уже именованными. Это раз. x, y, width, height. Это уже многое дает, поверьте. Когда можно прочитать, как называются параметры, то человеку, который будет читать ваш программный код, встанет вообще... Потому что если человек не знает, что вы там подразумевали, это я вам сейчас объяснил, поскольку тут что-то молевал, рассказывал про этот x, y, и вы уже держите в уме, что это x, y, это ширина, высота. А кто вам сказал? А человек, читающий этого, не знает, он лекцию не слушал. Понимаете? А когда он видит программный код, о, тут уже что-то можно разобраться. Уже понятно. Так. Но! Мне, я сказал, очень важно еще и понимать, где именно x, y. Но самый, давайте, вот самый быстрый способ, да, это что сделать? Поставить 4 пробела и написать PES. А PES это такая специальная инструкция, которая как в C++ две пустые фигурные скобочки. Вот ничего. Пустота. То есть, ну, эта пустота, она синтаксически важна, чтобы тело у функции вообще как бы формально было. А иначе интерпретатор питона будет вам показывать на это двоеточие, говорить, подождите, там нет ни одной строки с отступом, там тела нету. А тут вы как бы ему говорите, ничего не делать. Понимаете? Правда, есть такая тонкость, интерфейс я в данном случае, а, стоп, у меня же нет return house, да, он ничего не возвращает. Это я тут объяснил, что он ретернет его, да, а так он просто молчит, то есть он ничего не должен возвращать. Ну, по-хорошему, слушайте, я нарисую, что он возвращает дом, но подразумеваю, что он рисуется. На самом деле return none. Но, в принципе, здесь иногда нужно, чтобы соблюсти интерфейс, бывает нужно сделать так, чтобы произошел какой-то return. Ну, допустим, вы хотите вызвать функцию, которая проверяет простоту числа, и она должна вам отвечать true или false. Ну, напишите функцию, которая тупо return false делает. Она у вас уже пройдет половину тестов. Ха, ладно, так делать, конечно, нехорошо, но смысл в том, что, как сказать, вы берете человека, который всегда на любой вопрос отвечает нет. Но половину тестовых вопросов он ответит правильно. Ладно, что я хотел сказать, что, ну, что-то нужно вернуть, какую-то заглушечку, да, чтобы можно было, в принципе, если ожидается, у меня здесь ничего не надо возвращать, поэтому return none, ну, или в моем случае, поскольку функция, в принципе, ничего не ретернет, там можно просто написать, еще раз говорю, пэс, и мошенник готов. На этом я могу делать коммит. Но, вы знаете, то есть еще раз, смотрите, да, есть в любом коммите, в любом вашем вкладе, вот таком итеративном, да, когда вы раз, написали, встали, пошли, отдохнули. Здесь есть два этапа, творческий, творческий, он на самом деле очень гуманитарный, хотя там математика, может быть, тоже нужна, но именно в этот момент я сочинил название функции. А хорошо сочиненное название функции, это, по сути, создание нового терма, ну, вот, нового слова. Как я говорил, там, виджет, гаджет, да, вот какие-то, пиксель, да, хорошие термины, они очень важны. И вот программист, он не такого порядка, общемирового, но, тем не менее, он какие-то вот здесь вот может вот сформулировать. Вот. Короче, творческий этап и технический этап, его можно назвать как бы документация, да, или приземление такое, да, творческий, давайте я так назову, именно технический, то есть он относительно скучный, технический. Как по-английски есть такое слово write it down, как бы запиши это, да, именно вот впиши это. Дело в том, что на творческом этапе нам еще многие подразумевания могут быть совершенно очевидны. Ну, там, например, что именно здесь x, y, ширина, высота, что именно означают x, y, но хороший тимлидер, хороший руководитель проекта, он скажет вот на такой коммит, он скажет, а ну-ка давай-ка, давай-ка доделай. Что? Что доделать? Так x, y-то ты нигде не написал? А ну-ка возьми и напиши документацию к своей программе. Я вам говорил, что документацию лучше писать прямо в самой программе. Для этого в питоне говорил, кажется. Для этого в питоне существует документ строки. То есть, описывая этого мошенника, я должен написать документ строку, тройными двойными кавычками, в которой описать русским языком, ну, ладно, английским желательно, но вы пишите по-русски, что именно должна делать функция, то есть требования к ней. Возлагая на нее ответственность, я как бы документирую этот контракт. Как будто бы это буду делать уже не я, а другой программист. Понимаете, да? Вы представьте себе, что программист, завершая свой коммит, он имеет право пойти попить чашечку кофе, подтянуться на перекладине или уволиться с работы. Одну секундочку, я мысль донесу из-за детей. То есть, вот представьте себе, что вот в этот момент программист уволился с работы или умер. Но мы все внезапно смертны. И что делать? Программный проект должен продолжить существовать и без него. И если вместе с этим, вот как сказать, программистом умерли все его подразумевания, то весь его труд по созданию этого коммита, он бессмысленный. Потому что другому придется переосмысливать это все заново. Ну, это почти что написать самому. Очень важно, чтобы, когда вы делегируете ответственность внутри под программу, вы здесь написали. Нарисовать домик. Ну, точнее, что она там рисует. Что она должна? Рисует. Домик. Значит, соответственно, что еще надо сказать? Х и Y. Что это такое? Соответственно, X и Y. Я вот так в скобочках напишу коротко. Здесь важнее человека понятность. Да, есть разные способы написания документ-строки, так, чтобы у нас автоматически подхватывалось это форматирование для автодокументирования проекта. Слушайте, еще раз, главное, человекопонятность. Она никогда не должна быть в ущерб. То есть, вот и ваши комментарии должны быть человекопонятны. Поэтому, что я напишу? X и Y, да, это что? Это у нас левая точка крыши. Так будет понятно? Вот я, допустим, так решил, что это именно левая точка крыши. И сразу стало понятно. Тройные и двойные кавычки, слово PES, которое у меня формально будет телом этой программы. Ну, мне не хватает немножко отступа. Я уже вижу, что, ну, вот отступа бы между этими функциями. В каком-то смысле возникает такое ощущение, что программирование произошло не сверху вниз, а как раз низу вверх, да? То есть, я написал программный код выше. На самом деле, мне очень нравится питон тем, что можно очень легко сделать вот этот подход сверху вниз, на самом деле, подходом сверху вниз. Знаете, что можно для этого сделать? Взять вот эту штуку и выделить ее в главную функцию. Тогда главная функция может быть написана выше по тексту, чем вызываемая print house. У этой главной функции не будет ничего, никаких параметров, кроме, ну, никаких параметров, но у нее будет вызов, собственно, paint, ну, и, собственно, текст программы house. А, что, print? Я paint, 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 paint. Paint, paint, я paint. Он же не печатает, а рисует. Paint house. Может быть, дрон надо было бы написать. Но у меня уже paint. Paint house. Что я хотел? 100, 100, 50, 50. Понятно? Естественно, что поскольку это всего лишь описание функции, то ее надо вызвать. И вот единственная строчка, которая будет у меня в самом низу, это вызов функции main. Ну, особенно питонические питоны, они бы сказали, что надо написать вот так, вот так вот они бы сказали. Ну, подождите, ну, надо же написать вот так вот. И в подчеркивание, подчеркивание, name, подчеркивание, подчеркивание, равно, равно, в кавычках, подчеркивание, подчеркивание, main, подчеркивание, подчеркивание, кавычки, двоеточие, и только внутри вот здесь вот вызов функции main. Слушайте, ну я написал, чтобы вы знали, что это действительно, что это такое, я смогу объяснить только тогда, когда у нас будет модульный подход. И вообще, может, и не буду даже объяснять. Смысл в том, что эту функцию main надо таки вызвать. В питоне нет предобъявления функции. Функция должна быть объявлена к тому моменту, когда ее будут вызывать. Поэтому то, что внутри main, который я напишу сверху, будет вызов той функции, которой еще нет, ничего страшного. К моменту, когда main будет вызываться, все-все-все нужные функции будут описаны. Понятно? Поэтому, еще раз, никаких заголовков, и я могу, как если вы когда-нибудь видели школьный алгоритмический язык, кумир, такой русский, то там вспомогательные алгоритмы пишутся снизу, мне очень нравится. И в питоне тоже так можно. Главное сделать функцию main, которая будет вверху, и просто ее в самом низу вызвать. И тогда вы будете писать под программы ниже, и будет все, я так и буду сейчас делать. Это я когда перейду, я надеюсь, пора переходить туда. Но мне нужно еще сказать немножко слов. Значит, что я хотел сказать. Давайте дальше. Следующая часть, это я хочу сделать, чтобы он перестал быть мошенником. Что он должен сделать? Нормальный менеджер, который строит дом. Сам он, естественно, его не строит. Что делает этот волшебник с голубым галстуком? Он, во-первых, передает ваш рисуночек дома. Ну, я про реальное строительство. Слушайте, а давайте, ну и вы реальное строительство. Давайте вот, он говорит, строим, значит, обычно у дома фундамент, основные этапы, стены, кровля, но потом внутренняя отделка. Я выкину внутреннюю отделку, это рисунок домика. Фундамента не надо, у нас домик будет стены, крыша, окно. Три этапа. Да? Стены, крыша, окно. Соответственно, первый этап будет делать первый прорабу. Или бригадир. Бригадир тех, кто делает стены. Да, человечек в каске, уже не такой веселый. Да, и с мастерком в руках. Да, и кирпичом. Значит, что я ему, что я должен сделать? Я должен вызвать эту функцию, да? И я ему должен что дать? Параметры, да, параметры. Собственно, стен. Да? И получить от него, собственно, результат. Собственно, стены. Правильно? Но параметры рассчитать должен менеджер. А этому плевать. Ему сказали здесь, он здесь будет делать. Соответственно, ответственность за расчет параметров на менеджере, ответственность за реальное строительство на бригадире. Скольких там ему понадобится рабочих вызывать, менеджера не интересует. То есть, не, ну в реальной жизни это часто важно бывает, да? В связи через один, горизонтальный. Вот в программировании это наплевать, да? Вся ответственность за выполнение под задачи, то есть у меня есть некая задача, и я делаю ее декомпозицию. Вот я ее декомпозицию первую сделал. Очень, так это, я тут скажу тебе параметры домика, а ты мне нарисуешь. То есть, я разделил формулировку параметров и рисование домика, и большая часть задачи, она перешла, была делегирована под программой Paint House, да? Но под программой Paint House оставляет себе только руководящие эти самые должности, да? То есть, она режет эту задачу на две подзадачи, расчет параметров и три подзадачи, каждая из, то есть, вот три подзадачи, раз, два, три, да? Раз, два, три. И вот каждая из этих подзадач, она будет, собственно, передана одному из бригадиров. Раз бригадир, два бригадир с лесенкой, который будет на кровлю лазить, да? И третий, который будет ставить окна, да? У него окно с форточкой в руках. Понятно? Все, и молоток. И с каждым из них у менеджера будет свой интерфейс взаимодействия. Моя первая задача что? Сделать менеджера не мошенником. Соответственно, что я... Вот это был момент, вот тот, который сейчас изображен, когда я реально смог закоммитить. То есть вот это вот, это все, это коммит. В момент, когда программист закоммитил, знаете, что он делает? Он выдыхает и забывает обо всем. Ну ладно, я утрирую, но тем не менее, очень важно, главный ресурс при программировании – это концентрация внимания. Мы не можем удерживать в голове слишком много, решать всю задачу вот так вот. Нет, не нужно это делать. Концентрируемся на узенькой задачке, которую мы себе отрезали. И вот, собственно, мне нужно сконцентрироваться сейчас на решении задачи менеджера, не думая о том, как именно будут рисоваться эти самые стены, как именно будет рисоваться крыша, может она картинкой будет рисоваться, может еще что-то. Вот это все делегировано внутрь. Понимаете? Как именно? Может там очень ажурная крыша будет, или очень красивое окно с градиентным переливом. Понимаете? Все это можно усовершенствовать в рамках соблюдения контракта функции, иначе, ну, чтобы функция не обманывала, реально все-таки делала то, что подразумевается, но в рамках этого можно делать модернизацию. Так что я хочу сказать, я на следующем коммите, я снова начинаю ломать программу, творчески ломать, да, создавать новые концепты. Что именно я буду делать? Я, во-первых, сотру вот этот PES, который мне не нужен, и начну сюда писать, сейчас я это буду делать вот там вот, да, что я буду делать? Я буду здесь говорить, я сотру вот это дело сейчас, да, как бы он выше там как бы есть, и вот эта штука будет вызвана. Что я там напишу? Ну, во-первых, мне надо, собственно, подождите, как-то ширину, высоту стен, да, как-то рассчитать. Ну, на самом деле, я, наверное, могу это сделать как-то быстро, да. Paint walls, нарисовать стены, да, дальше что? Я передаю левую верхнюю координату, да, я так мысленно сейчас думаю, ну, наверное, разумно у прямоугольных, да, стен левую верхнюю координату, ну, ширину, высоту передать, да. x, y, ну, от общей высоты дома, там, наверное, пополам, а ширина полная, да. Я, соответственно, передаю, ширина полная, with, запятая, а вот высота, hate, пополам. Оп. Видите, да, то есть менеджер все-таки нечто делает, мало того, что он зовет первого, потом второго, потом третьего, а то будет плохо, если он вначале позовет остеклителя, а потом стены нарисует поверх, да. То есть, во-первых, последовательность рисования он закрепляет, да, именно он отвечает за вызовы под программ, а во-вторых, он рассчитывает параметры. Все-таки это работа, поэтому он не пустой работой занимается. Менеджеры тоже нужны по жизни. Итак, что дальше? Paint, что там? Roof. Is on fire. Соответственно, что мне нужно? Давайте опять. Опорная точка для крыши. Ну, давайте договоримся. Ну, вот у меня, я же сказал, да, что мне вот эта точка будет опорной для всего домика. Ну, и для крыши она в каком-то смысле неплоха. Соответственно, мне нужно вот эту точку, вот эту ж точку будет, да, точку. Но это будет думать тот, кто рисует крышу. Мне самое главное, что передать ему? Высоту крыши, ширину крыши. Кстати, интересно то, что может быть не совсем красивый домик, если у него будет вот эта высота и вот эта совпадает, совпадать. Крыша получится, вот она как бы завышенная получится. Поэтому тут может быть менеджеру потом мы сделаем некие поправки. Но будет понятно, куда вносить и кто виноват. Менеджер сказал, что не та высота крыши, а не то, что крыши рисуются неправильно. Понятно? Короче, но я пока что пополам. Пишу. Хотя можно было бы тут написать умножить на 0,75, а туда 0,25 или как-то 2,3. Это все сейчас пофигу. Что я Руфи передаю, x, y, ну параметры будут у меня такие же, хотя опять же, на самом деле, может быть, стоило отступить левее этой точечки и сделать так, чтобы крыша накрывала дом. Слушайте, ну менеджер мог бы проекта покрасивее на самом деле прописать, да? Или у стен, наоборот, чуть-чуть сузить там на 0,95 5 от 100% от этой ширины уменьшить ее, сдвинуть x чуть-чуть. Короче, модернизации возможны. Но самое главное, смотрите, что вот в этом подходе, вот в этом подходе к программированию мне совершенно понятно, куда вписывать эти модернизации. У меня не стоит вообще, более того, я очень быстро ушел от констант. Константы у меня где? А, где-то там, full, semain. А дальше все, параметры. И они все время могут меняться. То есть оно все, пробегают эти параметры, между ними арифметические взаимодействия. Соответственно, у меня очень возникает мобильность и легкость изменения этих параметров. Я просто могу вызвать программу с другими параметрами, она это сделает с другими параметрами. Ясно? Мы отлаживаем их интерфейсы. Но еще раз говорю, фишка в том, я сейчас допишу, with hate пополам. И последнее paint, что там у меня, window. Ну тут сложнее, потому что у него и x, y надо куда-то сдвинуть, на какую-то, не знаю, условную треть от ширины, и треть от, что там, не знаю, или даже одну шестую от высоты, условно, сдвинуть по y вниз. И саму высоту, ширину окна нужно. Поэтому, возможно, мне придется даже сделать какие-то отдельные расчеты. Where height равно height разделить на 6, width, where width равно width разделить на 3. И, соответственно, paint, я вызываю функцию paint window с параметрами, соответственно, x плюс v, ну у меня там просто прям вот, я ровно треть от стен сделал, размера, x плюс w width запятая y плюс w height запятая, ну и просто сами параметры ширины и высоты, w width, w height видите, да? Могу ли я коммитить? Такая уже тишина, так. А я вот вопрос, кстати, пропустил. Вопрос еще остался у вас? Я хотела про принципы. А, это ж технический момент. А? Коммитить я могу? Почему? Потому что под программы, которые я собираюсь вызывать, отсутствуют как таковые. Но, послушайте, программисты опытные, ну, я еще раз, я буду ссылаться на компилируемые языки, опытные программисты любят ошибки компиляции. Неопытные, они ругаются, а что, мне капилятор ошибок понаписал, какой негодяй. Опытный программист, он ему каждый раз говорит спасибо. Хуже, если бы он пытался молча это хоть как-то оно скомпилировать. Так вот, нам интерпретатор будет показывать сюда, дорогой, подожди, но ведь такой функции нету. А это значит, что? Что перед тем, как коммитить, я должен попытаться это интерпретировать, запустить программу. Понимаете, да? Еще раз, нельзя коммитить программу, пока она не компилится, пока она не выполняется. Если вы закоммитили поломанный коммит, то по башке. И перекоммитите еще раз, снова что-то починить. Понятно? Репозиторий ломать нельзя. Соответственно, что я сейчас при помощи интерпретатора быстро чиню ошибки компиляции. Ну, интерпретации. Короче, мне нужно написать мошенника, который скажет, что нарисовал стены. На самом деле он делает пэс и ничего не делает. Но если я хочу хотя бы замечать его факт запроса к нему, что в принципе его, как сказать, вызывают, ну, я могу там, принт, принт, именно принт, вот просто на консоль, пусть он напишет, я типа рисую стены. И напишет свои координаты, в каких координатах он типа должен нарисовать. Да? Мошенник второй, который типа делает крышу и который тоже, не знаю, допустим, принт, принт, вот просто, это называется отладочная печать. Пусть он вместо пэс, я сейчас уже даже не буду их прописывать, пусть он даже вместо пэс просто хотя бы отладочную печать напишет. Понятно? Ладно, давайте мы выключим свет и хотя бы минут 10 я покажу вот этот вот этап, непосредственно вживую в разработке. Итак, значит, кстати, программный код, который я пишу на лекциях, он есть в гитхабе lections2019 репозиторий в моем аккаунте аккаунт текхирианов. Поэтому вы можете его это доставать. Я, правда, не уверен, что, а, наверное, смогу сейчас закоммитить. Ну-ка, я сейчас проверю, что у меня соединение есть. А, что-то с хендшейком. Ну, ладно, короче, не так важно сейчас. Я починю это дело. Ладно. Что я хочу сделать? Значит, у меня были где-то припасены прям программные коды, чтобы мне побыстрее это делать. Сейчас еще один момент. Мы перезапустим запись. Греф. Мне нужен греф. Давайте его сюда сейчас скопируем. ЦП. На лекции 3 был греф. Вот сейчас вот сюда. Так, скопировали. Значит, и я создаю house.py. Итак, я описываю функцию main. И вот давайте я даже начну более с того. Я напишу pass прямо в функции main. То есть у меня сама функция main, она как бы пустая, да? И вот я скажу. У меня есть файлы, собственно, вот в текущей папке. Чуть-чуть уменьшу все-таки размер шрифта. Я добавлю файлы в текущей папке, посмотрю git статус. Вот он, собственно, graph.py, house.py. Вот я считаю, что это условно-нулевой коммит, да? С которого сейчас начну. Git. Коммит. И вот я начинаю решать задачу домик. Начинаю рисовать домик. Что я делаю дальше? Я должен, как я говорю, позвать волшебника в голубом вертолете. Я говорю paint house. Ну, давайте, знаете, что я все-таки сделаю. Я другие параметры дам. 200-200. А ширина-высота будет у меня ширина 100. Сейчас скажу. Ширина 300. А высота 400. Или много? 400. Ну, давайте 400. 300 на 400. О, вот такой вот хаос будет. Значит, и на этом мне хотелось бы закоммитить, но нет. Я должен описать функцию paint house paint house xy with hate. И что еще? Я говорил о том, что мне очень важно прописать вот здесь вот, что она делает. Рисует домик, да, соответственно, и еще, что у нас xy это у нас опорная точка, да, левая точка крыши. левая нижняя, скажем, да, левая нижняя. А? Ну, мало ли, какая крыша будет. Левая нижняя, вот я пока договариваюсь так, а мало ли она будет с сайдингом, допустим, мало ли. Вот я договариваюсь вот сейчас. Левая нижняя, на самом деле не факт, что это вообще лучшая опорная точка. Вот честно, это спорно. Может быть, лучше было бы какую-то точку по центру домика, чтобы если я захочу его увеличивать и уменьшать, то можно было бы xy не перевысчитывать, а оставлять их прежним, а домик просто в этом xy. Вот мне очень нравится нижняя средняя точка домика как опорная, но расчеты будут длиннее, а сейчас мне некогда. Короче, но это не самый лучший аргумент, а сейчас мне некогда. Когда прорабатывается интерфейс функции, то главное, чтобы было удобно пользоваться. То есть, создавая функцию, вы создаете инструмент. Если вам быстро и легко сделать неудобный инструмент, то это теряет смысл почти. Ну ладно, короче, я сейчас записал такой файлик, да, я его в первую очередь сейчас запущу. Я Python, говорю, да, HousePy. Опа, что такое? Ошибочка. Нельзя? Я что-то не так сделал. Смотрим, исправляем. Ну, конечно, я точку там поставил. Ну, отлично. То есть, смотрите, тестирование программного продукта это вещь на самом деле довольно тоже затратная. А тут я его тестирую по ходу и мне легче исправлять ошибки, потому что я написал этот кусочек недавно. Я все время тестирую ровно то, что случилось недавно. Что-то еще. Давайте посмотрим, что еще. Так, ну. А, ну окей, да, точно. Никто не застрахован от ошибок. Он выполнился, ничего не нарисовал. Ну ладно. Кстати, наверное, я все-таки в функции main что-то бы должен делать. Я так помню, что там граф, он подразумевал, я сейчас открою, наверное, этой. Так, дорогой, где у меня это лежит? Это в домашней папке. Лекция 3, да, или нет? Здесь есть куча всяких примеров. Ну вот мы откроем сейчас пример, потому что я его не помню, я его вайдл открою. Так, значит, что там надо? А как же window with? Как там управление размерами окна? Я его не вижу. Window size, да? Я его не вижу. А, вот, отлично, все. Window size, он мне нужен будет. И этот самый run, то есть у меня будет еще и run. Window size, значит, размера там 600 по горизонтали, 500 по вертикали. Значит, и run. А? еще раз. Ладно, ширина высота, разве? Мне кажется, ширина высота. Ладно, мы сейчас увидим. Мы сейчас увидим. Короче, смысл в том, что запускаем. Но он сейчас еще ничего не рисует. Самое главное, еще раз, я его проверяю, окошко открылось уже, а я вижу, что там что-то не то с этим еще, с размером области рисования, что-то еще не совсем то. Ну, плевать, слушайте, сейчас наплевать. Самое главное, я могу это сделать, закоммитить. Я говорю, git add, git commit. То есть, моя порция, да, я сделал, собственно, вызвал волшебника, да, вызвал функцию рисования домика. Так вот, такие функции, знаете, как называются, которые пустышка, функция заглушка. Они называются mock-функции. Именно функция заглушка, да, функцию рисования домика, да, пока это функция заглушка. Пуш сейчас не пройдет, надо к сети прицепиться. Ладно. Что двигаемся дальше? Теперь прописываем ее детали. кратенько. PaintHouse, тра-та-та. Я переделываю его теперь, да, я его чиню, но программу ломаю. Поехали. PaintWalls, x, y, соответственно, with height пополам. Да, я отступаю вот так вот, чтобы у меня были пробелы возле бинарного оператора. По идее, сегодня я еще должен вам рассказать про PEP-8. Я боюсь, что я не успею про это дело рассказать. Я вам говорил, смотрите, вот поставьте себе пайчаром по возможности и слушайте, что он вам там говорит. Вот это на практике очень легко изучается. Конечно, можно так вот рассказывать про важность соблюдения или какие конкретные пункты. Лучше почитайте про PEP-8 и все. Так, короче, PaintWalls, дальше PaintRoof с той же шириной, с высотой пополам, Paint, а, я сказал, что нужно wherewith рассчитать, windowHeight, paint, как его там, господи, window, соответственно, x плюс wherewith, y плюс windowHeight. Все. И моя функция рисования дома перестала быть функцией мошенником. Если я писал сейчас ее идеально, то мне больше не придется возвращаться к этому программному коду. Представляете? У меня сама программа создается вначале крупными мазками, а потом я ухожу в детализацию решения маленьких подзадач. Именно поэтому вот этот подход называется движение сверху вниз. Понимаете? Когда я именно вначале по-крупному, а потом начинаю уже уходить в детализацию рисования стен или крыш или окон. Понятно? Я уже там разбираюсь, как это будет устроено. Именно поэтому. Короче, опять, что я делаю? я эти изменения... А, ха-ха-ха. Я забыл запустить программу. То, что я сейчас сделаю, то, что я сейчас сделал, типичная ошибка программистов. Типичная. Я забыл скомпилировать, ну, синтерпретировать перед коммитом. И вы будете забывать это сделать по рукам. Обязательно перед тем, как коммитить, запускаем и смотрим. Ах ты, елки-палки. Ну, мы про это обсуждали на доске. Я сейчас выполнил всего лишь одну итерацию. Время нам не позволяет дольше. Поэтому на этом, собственно, я думаю, этот вопрос мы закончим. Сейчас я посмотрю, что важно я должен сказать. Резюме. По сути, структурное программирование это про то, как решать проблему, как решать задачу, подходя к этому последовательно, структурируя, да, как бы упорядоченно. Это не просто про то, чтобы программный код выглядел с отступами или чтобы не было go to, а это именно про то, как делать ключевые вещи. Декомпозицию задачи, то есть разрезание на кусочки, и делегирование под задач внутрь функций. Понятно? Это ключевые вещи, которым надо учиться и учиться постепенно. И фишка в том, что когда вы будете делать объектно-ориентированное программирование, модульное программирование, вот эти два важных навыка, они никуда не денутся. Ключевые вопросы, которые вы должны будете все время себе задавать, а за что отвечает вот этот кусочек программного кода? А что я ему должен дать? Какие параметры, чтобы он выполнил эту задачу? А что именно он должен мне вернуть? И каков контракт этого интерфейса? На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ